Страну жалко, было страшно. Ее исчез жалко, но уже не так остро все. Разваливается медленно, с придыханием на тему вертикали, колен и всего остального. Ну, значит, мы идем эволюционным путем. А эволюция уже позволяет вам надеяться на то, что страна выгребет. Ну, и тогда чего, собственно, если она выгребет? Может, и не выгребет, но если все гребут, то, может, и выгребет. Ну, а как же разваливается? У нас вдруг неожиданно, ну, для меня, допустим, неожиданно выяснилось, чтобы у нас появилась армия, которой не было. Для вас это было неожиданностью? Для меня было неожиданностью, что в кои-то веки умное кадровое назначение вместо того безобразия, которое мы наблюдаем, это большая неожиданность. Понимаете ли, у нас есть и было все. Наука, промышленность, армия, сельское хозяйство, людей по количеству половины Соединенных Штатов. Была замечательная школа и были великолепные вузы. А потом вы ставите либо болвана, либо ворюгу, либо циничного карьериста. И у вас за удивительно короткий период ничего не остается от чего угодно. Хотите от армии, а хотите от академии наук. Хотите от школы, которая, вообще говоря, сейчас похоронена, а хотите от страны. Тем более, что империи-то разваливались не одна в исторический период. На сегодняшний момент вот отдельно взятые кусочки. Армия, ну спасибо Шойгу. А разве не Сердюкову? Разве не он вот эти реформы проводил? Васильевой спасибо, что она начала его разводить и его сняли в рамках нашего нормального феодализма. Васильева вообще герой Российской Федерации, с моей точки зрения. Если бы не она, мы встретили бы Крым, а затем и Сирию с министром обороны Сердюковым. И вот это было бы очень грустно. Реформы – это некоторый элегантный способ назвать уничтожение стационарно развивавшейся системы, достигшей определенных успехов, и разворовать ее вполне себе с успехом. Вон 25 с лишним лет реформы школы. Школы нет, а реформаторам все хорошо, им сейчас все хорошо. Вот так было и с Эрмином, да и с наукой, да и с вузами, да и много с чем еще. Но ничего страшного. Самое страшное слово – это реформы.